привет всем кто сейчас на канале жизнь женщин сегодня еще одна история из жизни галь находила взад вперед по квартире не находя себе места уже который день подряд дима приходил домой поздно а вчера вообще под утро пришел выговорила ему что мог бы предупредить позвонить чтобы не волновалась поссорились и вот снова ждет мерить шагами комнату смотрит на часы постоянно любовь у него но мог бы позвонить рано или поздно женится нужно привыкать еще неизвестно какая жена достанется переживаний прибавится ой лучше об этом не думать он конечно взрослый но душа все равно болит гальна никак не могла перестать накручивать себя раньше смеялась над такими матерями которые слишком опекают своих взрослых сыновей а теперь сама стала не лучше их всех девушек с которыми встречался сын если ее знакомил она считала недостойными его и как все матери думала что сын должен с ней посоветоваться в таком важном деле как выбор невесты уже она лучше знать что ему нужно мысли лезли и лезли в голову и конца им не было скорее бы уже сын пришел домой в двери щелкнул замок и гальна вздрогнула хотя ждала и прислушивалась наконец-то бросилась в прихожую на на пол дороги остановилась ушла в кухню и села за стол сложив перед собой руки мам ты чего не спишь дима встал в дверях ты же знаешь что я переживаю мог бы и позвонить упреком сказала она мам я взрослые не собираюсь отчитываться за каждый свой шаг перед тобой а где ты был гальна смотрела с вызовом у сони голос димы при этом стал нежным и на тон ниже у тебя очередная девушка и думаю не последняя а мама у тебя одна галина не могла скрыть ревности почему очередная она единственная какие-то и мама дима подошел наклонился и поцеловал галину в щеку и не надо говорить о ней плохо поругаемся сама же потом жалеть будешь и потом как бы я выбрал себе невесту если бы не встречался с девушками сама же говорила что нельзя жениться на первой встречной говорила говорила подтвердила гальна я так понимаю ты уже выбрал невесту дима сел на корточки рядом с галиной заглянул ей в лицо сердце галины затопило нежность как же он похож на своего отца тот же взгляд даже улыбка выбрал мама дима пока она уткнулся головой в ее колени так познакомил бы меня с ней уже миролюбивая сказала гальна обязательно только дима поднял голову что с ней что-то не так гальна хотела спросить уже не собирается ли он привезти в дом какую-то бродяжку как в детстве подбирал на улице тащил домой котят и щенков жалость к животным хорошее качество но всех не пригреешь и не накормишь тогда она притворяла что у нее аллергия начинала чихать дима уносил найденных щенков и куда-то их пристраивал на улице не бросал теперь так не притворишься не прокатит слова уже готовы были сорваться с языка но она увидела предостерегающий взгляд сына и промолчала с ней все в порядке мама она красиво и хорошо готовит не во всяком случае нравится но она не одна ты влюбился в замужнюю женщину наверное на ее лице отразился страх потому что дима тут же сказал нет конечно но у нее есть сын ему пять лет пять воскликнула гальна во сколько же она родила мам не кричи да она старше меня понятно гальна чуть не задохнулась от гнева ее сынок солнышко которого она безумно любила ради которого могла горы свернуть и жизнь отдать влюбился в женщину старше себя да еще с ребенком что тебе понятно мам я люблю ее человек имеет право на ошибку ты сама так говорила да только такая ошибка на всю жизнь ее не исправишь а свободные молодые девушки тебя уже не привлекают зло выкрикнула галина вот поэтому и не говорил не приводил ее знакомиться с тобой дима вскочил на ноги знал что ты не поймешь меня помнишь ты рассказывал про девушку у вас на работе которую согласнил и бросил парень как ты ее жалела ты говорила что все при ней что и обязательно встретиться хороший человек и станет отцом ее дочки почему этим хорошим человек человеком должен быть кто-то другой но не твой сын сынок любовь приходит и уходит я тоже отца твоего безумно любила а он нас с тобой оставил и ушел другой вот именно мама не факт что со свободной молодой у нас ложится на всю жизнь соню я люблю и ее сына он замечательный мальчишка ты бы его видела даже если ты будешь против я не брошу ее поняла давай остановимся на этом дима я растила тебя мечтала что ты будешь счастлив все хватит это моя жизнь мама если ты будешь вмешиваться в нее я уйду дима развернулся и ушел в свою комнату сынок утром он ушел на работу даже не стал завтракать они не разговаривали дима возвращался домой поздно сразу уходил в свою комнату гальна не знала что делать как наладить разладившиеся отношения с сыном кажется совсем недавно она качала его на руках пела колыбельные лечила разбитые коленки а сегодня у него уже своя взрослая жизнь не так то просто это принять дима давай поговорим начала она как-то поговорим когда будешь готова услышать меня и понять видно в самом деле любит он ее смотри уйдет к ней и потеряешь ты сына галина выговаривала ей петровна самой старшей женщины на работе гальна не могла долго тает себе боль от размолвки с сыном поделилась ее в обеденный перерыв хотелось участие совета просто высказаться знаю что не права но не могла остановиться понесло мне она говорила ему чуть не плача рассказывала гальна а ты хотела чтобы он всю жизнь был возле тебя о чем говорить то с тобой ему важна твоя поддержка понимание а ты не можешь этого дать смириться с его выбором тебя-то саму сразу твоя свекровь приняла не сразу но я была моложе мужа и без ребенка гальна всклипнула и она в тебе все равно находила недостатки матери так устроены ревнуют сыновей и никогда не одобряют их выбор только одни матери смиряются и налаживают отношения с невесткой а другие объявляют непримиримую борьбу ничего хорошего из этого не выйдет ночная кукушка дневную все равно перекукует вот ты без ребенка замуж вышла а растила его все равно одна дима мне то же самое сказал вот и смирись он пока не женился домой ночевать приходит тоже поди переживает ждет что ты мудрость проявишь и материнскую любовь и снисхождение сходи познакомься с этой соней посмотри что за жар птица такая и не реви он не на войну собирается всего лишь жениться сердцу то не прикажешь гальна понемногу начала успокаиваться третью неделю они с сыном живут как чужие так не может больше продолжаться и гальна решила сходить к соне поговорить попросить отпустить дима от себя настроилась решительно адрес узнала у соседа друга диму по вторникам и пятницам дима после работы ходил спор-зал часа полтора у нее есть но с пустыми руками неприлично эти это будет выглядеть слишком воинственно торт купить стартом мириться приходят а у нее другая задача а вот с игрушкой прийти это знак внимания но к ребенку а не к его матери ребенок то ни в чем не виноват гальна зашла в магазин так увлеклась выбирая игрушку что незаметно для себя распределила вот эту машинку куплю сегодня а вон то следующий раз хотя какой следующий раз вряд ли он будет гальна решила решительно нажала на кнопку звонка дверь открыла симпатичная молодая женщина вслед за ней в прихожую выбежал улыбающийся мальчик увидел незнакомую тетю и удивленно сменил улыбку на его милом симпатичном личике здравствуйте я мама димы сказала гальна я поняла проходите сережа иди в комнату соня потолкнула сына и он не хотел ушел гальна сняла туфли надела большие мужские тапки принадлежавшие по-видимому диме она прошла в комнату и огляделась уютно чисто хорошо меня сережа зовут смотри какой у меня самолет у него даже звук как у работающего мотора когда пропеллер крутится сережа показал свой самолетик и продемонстрировал как он гудит здорово а я тебе тоже кое-что принесла смотри и гальна достала из сумки небольшую коробку глаза сережи тут же загорелись неподдельной радостью следующие минут 15 они осматривали машинку и пробовали ее возможности смотри двери открываются сережа пару раз провел колесами по полу и машинка резво проехала через всю комнату нравится спросила гальна конечно очень а как ты узнала что я такую хотел догадалась у меня тоже есть сын правда взрослый уже гальна совершенно забыла зачем пришла она замечала что соня заходила в комнату смотрела на них слушала потом уходила на кухню наверное ужин готовила гальна спохватилась только тогда когда вот-вот должен был прийти дима а где же он еще пропадал каждый вечер как не здесь мне пора сказала гальна взяла сумку диму не дождетесь он скоро придет соня стояла прижавшись плечом косяку ты еще придешь надежда и спросил сережа приду гальна вдруг поняла что говорит правду всю дорогу до дома она вспоминала радостные глаза сереже как он сразу перешел на ты приняв ее за свое сердце разлилась теплота и нежность ей понравилось что соня не ни о чем не спросила и не вмешивалась в их общение сереже предоставим возможность самим найти общий язык она вошла в свою комнату огляделась представила что однажды дима не вернется домой она останется тут совершенно одна ощутила безмерную тоску и заплакала на утро рассказала петровне как сходила на разборку к как мне хотелось обнять сережу вдохнуть сладковатый детский запах такой привлекательный и манящий для любой женщины и матери а потом позвонил дима и как ни в чем не бывало сказал что у них сони сегодня небольшой праздник что соня испекла пирог и приглашает ее в кусте что он будет ждать ее там знал конечно что она приходила но на всякий случай назвал адреса гальна зашла в магазин после работы пирог пирогом а без подарка не принято ходить в гости она купила машинку сереже которую выбрала вчера и четыре чашки из разноцветного стекла спасибо мам дима поцеловал галину как раньше помог снять плащ четыре чашки я подумала что вас трое одна для меня когда буду приходить к вам в гости смутилась гальна соня ободряюще улыбнулась только скоро понадобится пятая мам ждал тебя чтобы сделать сони предложение сережа достал из кармана красную бархатную коробочку и протянул сони ты выйдешь за меня как ахнула гальна так вы ждете ребенка не сейчас но потом обязательно девочку дима хитро улыбнулся сони и обнял галину даже мечтала стать бабушкой ты моя бабушка лицо сереже выражала одновременно радость и удивление на сегодня все мои дорогие до новых выпусков пока пока пока